Вопрос о пяточной шпоре. Во время рубрики «Спросите доктора» и вы предложили нам детально разобрать, что же это такое. Да. Ну, как водится у нас на передаче, я засовываю руку в карман, извлекаю оттуда что? Ну, что вы только из карманов не достаете, доктор. А достаю оттуда шпору. Вот это настоящая шпора, именем которой часто называют это заболевание. Давайте узнаем у нашего эксперта, прежде всего, почему она так называется. Давайте. У нас в студии травматолог-ортопед Александр Вершинин. Нам интересно, почему она так называется. Она называется так, потому что и то, и другое располагается в пяточной области, и похоже действительно на шпору. Визуальное название. Угу. Разобрались. Давайте посмотрим, как она выглядит. И как она образуется. Это наша стопа. И в месте прикрепления к пяточной кости сухожилий при длительной нагрузке с возрастом сухожилия начинают терять эластичность, и происходят их надрывы. Угу. В результате возникает воспаление, отек, а в дальнейшем из-за ухудшившегося кровоснабжения могут начать образовываться наросты, остеофиты. Собственно, это и называют пяточной шпорой. Многие люди, которые страдают от пяточной шпоры, они сравнивают те ощущения, которые у них возникают при обострении этого заболевания. Они говорят, как будто наступаешь на дощечку с гвоздями. Представьте себе, насколько у человека действительно ощущения сильные и неприятные. Причем, что характерно, это не зависит от размеров шпоры, это не зависит от того, насколько давно это заболевание. Потому что иногда бывает, что заболевание длительное время течет незаметно, и в определенный момент возникает обострение и острая боль. Либо же заболевание может начаться с уже острой боли. Здесь оно в какой-то степени непредсказуемо, но всегда коварно и болезненно. Доктор, что может спровоцировать появление пяточной шпоры? Ну, здесь существуют две точки зрения. Существует точка зрения, что очень важна роль наследственного фактора. И существует точка зрения, что провоцирующие факторы, точнее их совокупность приводит к развитию пяточной шпоры. Давайте поговорим о тех вредных вещах, которые вызывают у нас пяточную шпору. Мы составим такой своего рода рейтинг факторов, которые могут привести к развитию пяточной шпоры. На пятом месте у нас будет травма. Травма? Ну, травма стопы. Например, ушиб, если человек прыгнул с большой высоты. Или на что-то наступил. Или на что-то наступил. На четвертом месте у нас будет лишний вес. Дело в том, что люди с лишним весом имеют большую нагрузку на стопу. И это, естественно, приводит к различным нарушениям. При огромном весе, я даже видел, стопа как бы расплющивается даже. Совершенно верно. Но это будет уже третьим фактором, а именно плоскостопие. Плоскостопие чаще всего продольное. И является фактором, который приводит к неправильному распределению нагрузки по стопе. И, как следствие, к формированию пяточной шпоры. На втором месте неправильно подобранная обувь. Ну, например, вот такие тапочки. А чем же они неправильно подобраны? Ну, дело в том, что у них отсутствует задник, и поэтому они свободно двигаются по ноге во время ходьбы, что не очень хорошо. А вот такие туфли займут лидирующее первое место. По очень простой причине у них отсутствует каблук. И поэтому вся нагрузка приходится на пяточную кость. Да, и, соответственно, в списке наших факторов два первых места занимает неправильная обувь. Обувь с открытым задником и обувь без каблука. Я приглашаю к нам Ковалеву Веру, которая задала вопрос о пяточной шпоре. Наверняка она ее беспокоит. Встречаем ее. Эйди Пром. Вера, здравствуйте еще раз. Вот вам микрофон. Беспокоит вас пяточная шпора? Да, это началось где-то неделю назад. Встала я нормально, села на кровать, но сделать шаг я не смогла. Ну, просто не смогла сделать шаг, потому что сильно болела пятка. Опираться можно было только на пальцы. И такое ощущение, вот здесь вот показывали гвозди, но у меня вот где-то вот такой же диаметр был этого гвоздя, который у меня сидел в пятке. Ну, ходить я еле-еле могла. Неделю кое-как там продержалась, но я ничем не лечилась абсолютно. Видимо, из-за того, что я была дома и была в покое, вот боль как бы прошла. Сильная боль, острая боль. И поэтому сейчас я, ну, более-менее хожу, но бегать не могу, быстро ходить не могу. Я не знаю, как себя вести, что делать. И к врачу не пойду? Да. Нет. Нет, вы не пойдете к врачу, он к вам придет сейчас. Приглашаю нашего эксперта, травматолога-ортопеда, Вершинина Александра Валерьевича. Прошу вас. Он к вам пришел. Спасибо. Спасибо. Но только благодаря нашей программе. Александр Валерьевич, я предлагаю вам осмотреть Веру и поставить, в свою роду, свой диагноз. Прошу вас. Диагноз «пяточная шпора» в основном ставится клинически, то есть на основании жалоб и на основании осмотра. Ну, здесь, что уже сразу бросается в глаза, да, что здесь имеется уже деформация стопы, да, то есть попутно, независимо от пяточной шпоры. Это говорит о том, что пациентка регулярно пользуется неправильной обувью. Вот здесь вам больно? Да. И локальная болезненность в области пяточной кости. Очень сильная счастье при надавливании, когда ходишь, меньше ощущения. Ну, здесь можно поставить диагноз «пяточная шпора». Ну, первопричиной является неправильная обувь. И еще вес избыточный. Я поправилась на 5 килограмм. Если вы носите неправильную обувь, то нагрузка по стопе у вас распределяется неравномерно. Да, у нас стопа имеет свод. Вот. Если пользоваться ортопедической обувью, то есть приспособлениями хотя бы с опинаторами, то нагрузка будет распределяться равномерно по подошвенной поверхности. И проблем этих не будет. Вот я как раз у вас там видел экспонаты, которые можно порекомендовать нашей пациентке. Давайте порекомендуем. А мы сейчас до этого дойдем. И расскажем, какие же методы лечения пяточной шпоры существуют на текущий момент. Первое, ну, наиболее, наверное, любимое людьми, это различные уколы, гели и мази. Ну, прежде всего, это, конечно, обезболивающие препараты, которые люди любят часто употреблять. Без назначения врача. Вот. И различные мази, которые они втирают в пятку. А что делают эти мази? Они просто снимают боль? Дело в том, что в мази эти, в основном, противовоспалительного характера, да, эффект от них такой, что снимается отек, и, соответственно, боль проходит. То есть мы... Но заболевание остается? Естественно. То есть мы лечим вследствие, а не причиной. Второй способ лечения – это разгрузка болезненной области как раз с помощью специальной стельки. Вот в данном случае у пациентки, кроме пяточной шпоры, да, как я уже сказал, имеется деформация стопы, поэтому ей сначала нужно иметь обувь с супинатором, да, вот там стелечка, которая у вас лежит. Да, то есть тут нужно вам обязательно применять вот такие, либо обувь, когда покупаете, либо стельку, которая имеет супинатор, да. Вот. И для пяточной шпоры имеется уже вот такое вот приспособление, вот, которое посередине имеет вырез, да, то есть дырочку. Понятно. Но это можно отдельно или вместе? Значит, это можно применять одновременно. Но когда у вас острая боль пройдет, да, при применении вот этого вот подпяточника, он так и называется специально, подпяточник для пяточной шпоры, да, то необходимость в нем пропадает, и достаточно того, что вы будете носить просто удобную обувь, тем самым нагрузка у вас будет распределяться равномерно по стопе, и проблем этих не будет. Далеко не всегда удается обойтись столь простыми методами, и в некоторых случаях возникает необходимость в серьезных воздействиях. В частности, существует метод рентгенотерапии. Да, действительно, существует такой метод. В чем его смысл? Это проходит облучение и пяточных костей, именно в области, где есть проблемы, то есть где есть остеофиты. Вот там специально фокусируются рентгеновские лучи, и подбирается определенная доза. Обычно бывает достаточно двух-трех процедур. Ударно-волновая терапия. Следующий метод? В последнее время действительно очень популярна стала методика применения ударно-волновой терапии. Ну, если попробовать объяснить это на пальцах, создается ударная волна, по типу отбойного молотка, которая проходит через мягкие ткани, ударяется в кость и отражается. И так как мы уже говорили, что пяточные шпоры – это именно заболевание, которое связано с местом прикрепления мягких тканей к кости, вот на месте отражения этой ударной волны как раз она оказывает свой терапевтический эффект. То есть, опять же-таки, проходит отек и, соответственно, боль. Ну и, конечно же, совсем не лишними будут физические упражнения, правильно подобранные. Я предлагаю прямо сейчас показать нашей героине, какие упражнения ей стоит делать дома в перерывах между ношением стелек, корректирующих и подпяточниках. Эти упражнения надо делать, во-первых, регулярно. В чем смысл этих упражнений? В том, что укрепляются мышцы стопы, вот. И, соответственно, чем крепче мышцы стопы, тем, соответственно, меньше нагрузка на болезненную область. Стопу надо тренировать. Да. Вы стоите двумя ногами, вот, и перекатываетесь с пяточки на мосок, с пяточки на мосок. Вольно. Вольно? Вольно, да. Надо тренироваться. Если вы этим будете заниматься регулярно, то вы сможете это легко делать. Мы все-таки подарим вам этот коврик. Спасибо. Возьми. Чтобы вы могли заниматься дома. Очень признательно. Спасибо, Верн. Присаживайтесь. Спасибо вам большое, Александр Мавич. Спасибо. Ну, конечно, мы не могли пройти мимо различных народных средств лечения пяточной шпоры. Давайте о них поговорим. Уж настолько они сейчас популярны, что, ну, просто никак нельзя их обойти стороной. Первое. Картошка? Да. Ну, картошкой вообще лечат. Практически все. Рекомендуют подсолить, приложить к пяткам и жарить до готовности. Ну, есть не менее интересный вариант. Это лист лопуха или поддорожника. Хотя некоторые рекомендуют стрекать пятку крапивой. Раз. Да. Понятно. Человеку и так на нее наступить тяжело, а тут еще будут и ожоги. И последнее, до чего додумалась вершина народной мудрости у нас. Знаете, что это? Макароны? М-м-м. Почти. Что это? Растертое хозяйственное мыло, кашицу из которого рекомендуют наносить на пятку, чтобы рассосались все каточные шпоры. Ну, на самом деле, конечно, если относительно применения лопуха, поддорожника или картофеля, можно усмотреть хотя бы какой-то минимальный смысл. То есть, ну, по крайней мере, это уменьшает воспаление просто за счет охлаждения. То зачем наносить мыло на пятки, ну, за исключением случаев, когда человек моется, остается для меня очень большой загадкой. Да я думаю, не только для вас. Видимо, чтобы быстрее скользить к ортопеду. Итак, пяточная шпора – болезнь достаточно распространенная, особенно среди пожилых людей. Причинами являются, с одной стороны, наследственная предрасположенность, с другой стороны, избыточный вес, неправильная форма стопы, ее травмы и, что самое главное, неправильная обувь. Обувь с низким коглуком и открытым задником. Существуют методы лечения этого заболевания, причем некоторые из них достаточно простые – это корректирующие стельки, подпяточники. То есть, то, что каждый человек может себе позволить прямо сегодня. Для этого просто надо пройти консультацию у врача-ортопеда, получить соответствующее лечение и быть здоровым. Спасибо, доктор. Друзья мои, не надо ничего придумывать. Вам поможет квалифицированный специалист вылечить пяточную шпору. Это была рубрика «История болезни».